если бы нам не помогали в оборонной сфере извините нам уже три месяца не было бы чем воевать три месяца нам бы не было чем воевать уже надо только партизанскую войну продолжали потому что вот может быть не все это понимают и знают но я вот говорю это открытым текстом мы воюем сейчас ну отчасти советским оружием но в плане поставок боеприпаса включая патроны но под по патронам я думаю что еще есть советские запасы для км но но воюем и особенно сейчас по боеприпасам в основном западными боеприпасами и сейчас идут последние два месяца но особенно последний месяц уже идут поставки западного тяжелого оружия пока недостаточные объемы это да но поставки идут поэтому понимание того что нам нужно поддерживать нас нужно поддерживать первую очередь военно-техническим путем такое понимание есть она возникла я думаю марте в апреле в апреле были принято решение поставках тяжелого оружия тут есть разрыва и потому что от политического решения до конкретных организационных действий мы всегда есть временной разрыв но вот работает коллица рамштайн поэтому тут все нормально что касается восприятия россии как угрозы да на саммите нато это было заявлено россия вновь главный главный геополитический противник в европе вот тут есть два нюанса которые надо учитывать на которую нас может быть не всегда обращали внимание до вот этого саммита была парадоксальная ситуация но она еще была с медведевских времен когда медведев был президентом россии тогда были подписаны соглашения между нато и россии о партнерстве но на самом деле это еще было с конца 90-х годов кстати украина участвовала была такая программа партнерство ради мира украина участвовала я часть россия а при медведеве подписали соглашение проводили саммиты россия нато потом уже после 14 года их прекратили проводить но все равно контакты были в документах нато стратегии стратегические документы которые действовали раньше россия значилось как партнер а сейчас россия противник это понимание есть это понимание зафиксированных документах нато а вот теперь более сложный момент вот где я с вами не соглашусь хотя я хотел бы тоже думать так же как вы но на западе так не думают и не только в старой континентальной европе но и в сша никто на западе из ведущих лидеров я между из государственных лидеров не ставит себе целью разрушения российской федерации нет такой цели ни в одном официальном документе вы это не найдете кстати не было в документах нато сорок девятого года не было такой цели противостояния красной угрозе коммунистической угрозе как тогда говорили да это было но запад тогда как бы действовал учитывая как и сейчас учитывая что он имеет дело с ядерной державой на и поэтому ну я напомню тоже кстати достаточно известный факт это по поводу разрушения когда советский союз уже рушился это 90 91 год президент буш старший буша приезжал в киев известная его речь chicken киев ее называют цыпленок по-киевски так в чем была суть он фактически хотел убедить украинцев не надо разрушать советский союз понимаете и сейчас у нас кстати на западе тоже немало экспертов понимаю для того чтобы окончательно исчезла угроза со стороны россии лучший вариант лучший сценарий это разрушение российской империи это был бы лучший сценарий но на западе во первых считают что вряд ли это произойдет во вторых они считают что это слишком опасно логика тоже что и в 91 году потому что речь идет о ядерном государстве а государство с ядерным оружием самым большим числом мире ядерных боеголовок ядерных ракет поэтому вот они не поддерживают этой позиции это касается не только континентальной европе что нужно разрушить россию в нынешнем виде но и потом чисто прагматически тут можно по-разному это оценивать но они исходят из того что вряд ли удастся разрушить вот скажу сейчас может быть не очень популярную мысль но такие публикации появляются причем фактологические на самом деле запад был не очень готов в военном смысле именно военным я даже не говорю про политику там про политическую волю в военном смысле запад был не очень готов к нынешним противостояние потому что вот я говорил что после первого года как бы на то утратила часть смысла свое существование обороны бюджета сократили военная промышленность которая работала на вооружение она в значительной мере была сокращена и вот сейчас например вот это взять проблема для нас да и для многих западных стран надо увеличивать производство снарядов ракет потому что того что есть уже не хватает не хватает не только для нас не хватает понимаете они же думают конечно своих потребностей вот сейчас тоже одно из решение принятых на саммите нато нужно увеличить присутствие натовских войск в европе в несколько раз точно и не то иду в целом в европе но вот тоже в чем важное решение будет крупный контингент в странах которые граничит россии это страны балтии польша еще и румыния ну потому что тоже рядом зоны конфликта я а я тут просто тоже для понимания скажу вот сейчас там из 40 тысяч военной группировки нато которая расположена имеется ввиду там зарубежные войска американский первую очередь треть этих больше трети там около 40 процентов была сосредоточена в двух странах в германии в италии а в странах балтии небольшой контингент польши хотя бы военные базы было а сейчас будут создавать постоянно действующие военные базы размещать там тактическую авиацию это очень важное решение в плане военного противодействия россии я уже не говорю о том что он тоже важное решение принятия и швеции да потому что это еще должны утвердить все страны нато но политическая процедура уже запущена уже процесс пошел как говорил горбачев в свое время уже на уровне нато как бы первый этап принятия уже сделано теперь идет процесс утверждения на уровне отдельных стран вот это все говорит об укреплении альянса но нужно оружие вот перезапуск оборонной промышленности и к сожалению запад оказался не готов вот к такому уровню военного противостояния с россией кстати сейчас война в украине она меняет и взгляды военных теоретиков на том числе и по поводу структуры вооружений какие вооружения необходимы в первую очередь поэтому запад сейчас как бы проснулся ото сна сон разума к сожалению перефразирует классика он затянулся чудовище уже действует виде путинской россии поэтому необходимо сейчас побыстрее отряхнуться от этого сна и максимально быстро запустить процесс подготовки к противодействию россии но еще раз подчеркну вот просто финализирую ответ на ваш вопрос это касается не только западной европе они знают об угрозах знают прекрасно но они сталкиваются вот когда мы говорим например о таких странах как германия франция италия там мощнейшие лоббистские инструменты российские мощнейшие охранники 3 0 Продолжение следует...